В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Депутат МОСОБОЛДУМА Владимир Жук проинспектировал ход строительства поликлиники в 6 микрорайоне. Много рабочих на объекте, то есть все идет по плану, даже они немножко с опережением идут. Все о медицине округа прошла очередная встреча врачей Видновской клинической больницы с жителями. Видновская больница стала флагманской больницей нашей Московской области. В Центральном парке продолжается занятие скандинавской ходьбой членов клуба «Активное долголетие». Здоровье поправилось немножко. Чувствую себя на все сто. Депутат Московской областной думы Владимир Жук проинспектировал ход строительства поликлиники в 6 микрорайоне города Видное. Учреждение здравоохранения значительно упростит получение медицинских услуг для местных жителей. Тему продолжит Наталья Вуслаева. Семиэтажное здание новой поликлиники для обслуживания взрослых и детей рассчитано на посещение до полутора тысяч человек в день. Как рассказал главный врач Видновской клинической больницы Бутай-Бутаев, необходимость строительства медучреждения в новом микрорайоне начали обсуждать в правительстве Московской области еще два года назад. «Уделяли внимание тому, какая она должна быть, где она должна быть, за счет кого она должна быть построена. Понятно, что у нас город перегружен, наши поликлиники в городе и детская взрослая перегружены, и она, конечно же, актуальна. Затем прошли везде все согласования, мы сформировали медико-техническое задание, по которому сделали проект». Работы на объекте стартовали в мае этого года. Ход строительства медучреждения проверил и пообщался с сотрудниками подрядной организации депутат Московской областной думы Владимир Жук. «У нас есть внутренний график, который немножко опережает тот, который по контракту». «Намного?» «На квартал». «На квартал?» «Ну, это на всякий случай, да?» «На всякий случай. «Потому что всякие случаи бывают, можно где-нибудь сбиться, и тогда уже наверстать не удастся». «Совершенно верно». «Проект сейчас полностью утвержден, прошел экспертизу. Соответственно, работы идут, скажем так, без отставания графика. Финансируется основная часть, да, это из областного бюджета, и плюс, соответственно, часть федерального бюджета. «А, федеральный бюджет». «Да, соинвестировано». В новой поликлинике предусмотрены отдельные входы для детского и взрослого населения, кабинеты для узких специалистов, большое количество оборудования для ультразвуковой диагностики, а также дневной стационар и отделение травматологии. «Мы сформировали медико-техническое задание, по которому сделали проект, согласно всем стандартам, необходимым для лицензирования и работы медицинских учреждений. Далее был проект, далее в проекте мы уже самым откорректировали и разместили помещение так, чтобы было минимальное количество перекрестов при посещении поликлиники». Объект планируют сдать в первом квартале 2025 года. «Много рабочих на объекте, то есть все идет по плану, даже они немножко с опережением идут, закладываются вперед. Мало ли, что всякие форс-мажоры иногда бывают, но судя по настрою и по работам, мы ждем завершения строительства этой поликлиники в срок, а может быть даже чуть-чуть и раньше». Поликлиника позволит разгрузить центральные учреждения здравоохранения в Видном и станет удобной для посещения жителей новых микрорайонов. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Уже почти три года существует традиция проводить встречи представителей Видновской клинической больницы с жителями округа. Очередная такая беседа состоялась в зале историко-культурного центра, о чем говорили на этот раз, узнал наш корреспондент Максим Козлов. «Повестку таких встреч по сути формируют сами граждане, направляя в различные инстанции вопросы и мнения относительно работы системы здравоохранения в Ленинском городском округе. И стоит отметить, что и участников мероприятия, и обсуждаемых тем с каждым разом становится больше». «Я понимаю, что в зале все равно люди те, у которых что-то немножко где-то на сегодня появилась какая-то проблема. Я надеюсь очень, что мы разрешим эти проблемы, потому что сегодня, например, от нашей ВРКБ практически все замы в зале». На протяжении многих лет руководство Видновской клинической больницы проводит политику информационной открытости. С жителями делятся не только проблемами и способами их решения, но и рассказывают о новых технологиях, внедряемых в лечебные учреждения. «Видновская больница стала флагманской больницей нашей Московской области за счет включения различных проектов, которые мы реализовали, тиражировали на своей территории. И далее это ушло уже на региональный, а некоторые проекты ушли на федеральный уровень». Подобный диалог медиков и граждан проходит в конце каждого месяца. В среднем на встрече жители округа задают порядка 40-50 вопросов и получают на них исчерпывающие ответы. Многие приходят сказать слова благодарности. «На позапрошлом заседании я обращалась к руководству нашего здравоохранения с просьбой установить у нас ФАП. И была такая договоренность, что он простоит неделю. Но знаете, есть высшие силы, которые позволили нам, чтобы ФАП простоял у нас две недели. И вначале люди тяжело как-то шли, они не верили в это. Потом прямо стояла очередь. Представители здравоохранения, я им скажу обязательно большое спасибо, потому что опыт был удачный. Но я бы его хотела продолжить». Следующая встреча состоится уже в грядущем году. И также подобные мероприятия будут проходить ежемесячно. В идеальной форме при любой погоде в Центральном парке продолжаются занятия скандинавской ходьбой членов клуба «Активное долголетие». Наш корреспондент Инга Инчук тоже взяла палки в руки. История появления скандинавской ходьбы берет начало с финляндских лыжников, которые начали заниматься спортом вне зимнего сезона с помощью специальных палок. Ведь новчане не отстают от этой традиции и также активно занимаются спортом. Во время занятий скандинавской ходьбой «Активные долголеты» делают три вида зарядки – дыхательную, общеукрепляющую и общеразвивающую. Это помогает подготовить организм, разогреть суставы и мышцы. Технику выполнения подскажет инструктор Татьяна Максимова. «На свежем воздухе. Активно очень проводим и можно заниматься пять раз в неделю. То есть любой день с утра, каждый день проводит скандинавская ходьба разных преподавателей». При таком виде спорта задействуются 90% мышц, в то время как при обычной ходьбе только 70%. Весь секрет в технике – ровная спина, сведенные лопатки, активное движение рук и ног. Участники занятий отметили положительный эффект. «Очень бодрит занятие. Во-первых, сначала разминка, потом ходьба. Стараемся проходить не менее 6000 шагов в день, а то и больше получается». «Встала, у меня спина ровная, здоровье поправилось немножко. Чувствую себя на все сто». Члены клуба «Активное долголетие» полностью оправдывают свое название. Холод и заснеженные тропинки – не помеха любви к спорту. Участники выходят в парк и проводят время с пользой. «У нас очень ответственные люди, добросовестные. И вот это вот их каждодневное занятие с скандинавской ходьбой, им придает стимул жизни организовывать. Все-таки возрастным людям с утра проснуться, собраться, прийти. И это великий труд – не лежать на диване до 11 часов, а все-таки прийти и заниматься». «Самое длинное путешествие начинается с первого шага. Члены клуба «Активное долголетие» показывают, что для них возраст не помеха. Инга Янчук, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ». Сотрудники детского центра дополнительного образования организовали в Центральной библиотеке утренник для своих воспитанников. Подробности в сюжете Юлии Стаферовой. «Праздники для детей всегда проходят весело и шумно. Такие развлечения – отличная возможность порадовать ребят по поводу и без. Одно из таких увлекательных мероприятий провели в Центральной библиотеке. Его организовали родители и педагоги из детского центра дополнительного образования. Дети с помощью своих наставников подготовили выступление. А тут хочется, чтобы они два часа такого замечательного времени провели вместе. Позитивно пообщались. Я думаю, будет очень трогательно. Мамочки, наверное, даже всплакнут, потому что такие есть и песни у нас, и сценки. Они все касаются жизни, взаимодействия детей и матерей. Поэтому будет очень интересно». Ребятам нравятся такие мероприятия, на которых можно играть, активно участвовать в развлекательной программе, показывать творческие навыки. Андрей Худасов любит выступать. Сцены и аплодисменты зрителей придают ему уверенность в себе. «Когда у меня был самый первый день выступления, я был сначала очень сильно напуган, потому что был не очень уверенный. Но потом я, когда начал петь, я понял, что меня все поддерживают». Учитель русского языка и литературы Юлия Маркова преподает в центре недавно. Несмотря на это, дети ее сразу приняли и полюбили. И вместе с другими преподавателями она подготовила номера. «У нас есть музыкальный руководитель, который, собственно, с детьми занимается вокалом, танцами, ставит номера. Идея была ее». «Предагоги хорошие, позитивные, много всего придумывают». В детском центре стараются устраивать подобные мероприятия регулярно. В этот раз в этом им помогла Центральная библиотека. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин